Всем привет! Вы на канале Коля Легомастер. И сегодня я вам покажу набор под артиллом 76900 LEGO Speed Champions CoinExec Jesco. В нем 280 деталей. Рекомендованная розничная цена данного набора составляет 1699 рублей в мире кубиков. Я его купила за 1399 рублей. Вот, по скидке в этом детском мире. Ну и давайте начнем обзор с коробки. А также хотела сказать, что я начинаю марафон недельный. Всего 5 видео будет на эту неделю. Ну, то есть каждый день. Раз, два, три, четыре, пять. До пятницы. Вот, сегодня понедельник. Сегодня обзор на вот эту машинку, Гонус и Кжеску. Завтра там на другие наборы. Потому что у меня вчера был день рождения 25 июля. Всем спасибо за поздравления, кто меня поздравлял. Вот так вот. Что еще? Я, конечно, еще не все даже наборы собрал. Ну, остался один пока набор, но такой средненький. Я его сейчас соберу. И в конце, в итоге видео, я покажу все вам наборы. Ну все, давайте начнем уже обзор с коробки. Коробка. Коробка небольшая. Лего Спид Чемпионс, 7+, 76900, Куна Сек, Кжеску. Логотип Куна Сек, сама машинка. Сверху у нас машинка изображена. И колесо один к одному. Ну и логотип Лего Спид Чемпионс. И сзади у нас машинка в леговском виде. Сзади спидер показан. И сама машинка в реальной жизни. Куна Сек, Джеску. Открывался выдавлен клапана. И логотип Куна Сек снова. Это, кстати, шведская машина. И когда я буду показывать инструкцию, я вам покажу один прикол, который связан с конструкцией этой машинки. И то, что она шведская. Ну давайте посмотрим инструкцию. Вот такая вот инструкция. Все то же самое, что на коробке. То есть Лего Спид Чемпионс, Куна Сек, сама машинка, QR-код. Вот. Ну это Лего Лайф. Открываем. Тут у нас показано, как открывать набор. Листик с наклейками. Их тут у нас было всего 20 наклеек. То есть очень много. Вот. Спид Чемпионс как-то слишком много наклеек было. Я вот наборы по Звездным Войнам собирала. Ну мне на день рождения тоже по Звездным Войнам подарили подарки. Я там не было наклеек ни в одном наборе по Звездным Войнам. А тут были. Значит, что из каждого пакета собирается. Тут было всего два пакета. Первый, второй. Ну начинаем сборку. Так. И хочу показать вам еще прикол. Вот. Шведский флаг. В конструкции этого набора изображен шведский флаг. Такой вот. То есть желтенький. Желтенький крестик. И синенький. Синенькая нижняя часть. Короче. Вот так вот. Шведский флаг. Что очень прикольно. Такая отсылочка. Потому что машина шведская. Вот. Ну. Вроде шведская. А не швейцарская. Ну. Вроде шведская. Да. Текст. Собрали. Собрали. Сборка идет до 76 страницы. Постельный большой такой. С коем-стегом. Ну то же самое, что на коробке заброшено. И перечисление всех деталей. Детали до 280. И сзади Lego Win. Кстати, изображен такой чумазый чувачок. Чумазый техник. Механик. Такой же механик изображен на задней части инструкции Lego Technica. Вот. Ну или, наверное, это просто на всех машинках изображено. Вот так вот. Ну и давайте посмотрим мини-фигурки. Здесь у нас только одна. Поэтому быстро посмотрим. Вот. Мини-фигурки. Мини-фигурки. Единственная мини-фигурка в этом наборе. Это у нас пилот Coing Sego. То есть гонщик. У него как бы вот такой костюм. Вот как вы видите, да. И на костюме написаны логотипы Coing Sego. Ну написано Coing Sego. Логотип есть. Здесь в руках у него, хотел сказать, из оружия, но вот в руках у него гаечный ключ. Снимается шлем. Ну забрало, поднимается у шлема. Опускается. Вот. Шлем снимается. И у него вот такое вот лицо. Веселое. И сзади... Ну второго лица нет. А сзади логотип Coing Sego. Вот такой вот. А еще можно, кстати, узнать, что сделать. Одеть волосы. В комплекте идут волосы. Ну, кстати, странно, что у него брови черные, а волосы оранжевые. Ну, видимо, покрасился. Но мне больше нравится в шлеме, потому что гонщик, он должен быть в шлеме. Вот так вот. Вот такая вот фигурка пилота Coing Sego. И давайте посмотрим сам набор. Набор очень крутой, я сразу говорю. Поэтому давайте смотреть. Сам набор. Это у нас Coing Sego JESCO. Вот его реальная фотография. То есть очень похоже. Вообще, могу сказать, что машинка очень крутая. Так, это мой первый набор Speed Champions. И хорошо, что я покупаю его в новом поколении. То есть не старый я купил. Когда были одноместные машинки Speed Champions. То есть те были маленькие, такие, неувесистые. Это прям мощная такая, как телефон целый, как кирпич какой-то. Вот. То есть мне понравилась машинка. Сразу говорю. До итогов еще. Но реально очень крутая. Прям советую всем. Пушка вообще. Может еще какую-нибудь Supra куплю. Вот. Значит, функционал, конечно, не особо крутой. Но могу сказать про дизайн, что дизайн очень крутой. И в таком масштабе маленьком, то есть, ну, небольшой масштаб. Хоть и увеличили, да, но, как тут, 8 пинов или 6, не знаю. Все равно сложно сделать в таком масштабе очень похожую такую машинку. Они сделали это все идеально. То есть сразу смотришь, понимаешь, ну, коингсы к джеску. Знаете, смотришь, коингсы к джеску, спойлер видишь, коингсы к джеску, все. Коингсы к джеску, вот. То есть реально очень похоже. Мне в этом плане все понравилось. Вот. Так. Функционал, единственная функция, это она катается и снимается кабина. Кстати, тут это принт. Кабина это принт. Еще. Вот, смотри, джеску. Это тоже принт. Что очень круто, джеску. Принт. Вот. Значит, два места под водителя и под пассажира. Микрофон используется в качестве, типа, ручки переключения передач, ну, или, там, переключения, типа, вперед-назад, парковка. Вот. Руль есть. Черный. Можно сюда посадить пилота. И вообще сюда можно, я думаю, два человечка посадить. Ну, в смысле, да, можно посадить два человечка, и они хорошо влезут. Вот, сажаем пилота. И закрываем. Вот. Все, пилот сидит в своей пушке. В ракете может лететь. Взюм. Вот так вот. Спойлер, кстати, огромный, крутой. Мне понравился спойлер. Вот. Можно снять. Вот так он выглядит. Так он крепится здесь. Тут наклейки. Вот наклейка, наклейка, наклейка. Ну, ладно, наклейки все равно. Фары, конечно, тоже наклейки, но, как говорил Молния Маквын. Трасса хорошо освещена. И фары не требуется. Мяу-мяу-мяу. Тут тоже какой-то флаг Украины. Ну, не, на самом деле, это швейский флаг. Вот. А, кстати, смотри, какие диски. Такие. В наборах спичемпионов есть такой прикол, что можно менять... Ну, вообще, это не диски, да. Это такие, как бы, колпаки. Можно менять колпаки, вот. Здесь есть такие альтернативные колпаки. Ну, я выбрал такие, но их можно поменять. Вот так как-то снять их можно. Ну, я снимал уже, но... Сейчас я выключусь и поменяю эти колпаки, и вам покажу, как она выглядит. То есть, вот как с этими колпаками. Вот. И как с другими. Вот я сняла колпаки. Кстати, вот как выглядит без колпаков машина. И могу сказать, что снимать колпаки можно вот такой штучкой. Гаечным ключом, он полезный. То есть, вот так берете, зацепляетесь и все. Открываете. То есть, пальцами это очень сложно снять. Вот колпаки, которые только что были. И сейчас одену колпаки новые. И вы оцените, ну, скажете в комментариях, с каким колпаками вам больше нравится. Вообще, ну, на картинке колпаки у нас изображены... Да, вот такие колпаки. Вот. Ну, мне как-то... Какие вам больше? Ну, мне вообще все нравятся. Ну, вот эти, наверное, может больше нравятся. Не знаю. Ну, тут не сильно видно. Они какие-то черные все. Так. А на настоящем машине? Ну, тут не видно. Видите? Тут она как едет быстро. Не видно. Ну, ладно. Нормально. Ну, выпишите, какие вам больше нравятся колпаки. Не, я считаю вот эти, наверное. Вот. Ну, вот задние фонари, турбина, диффузоры, сплиттер. Как эти? Забыл. Ну, в Need for Speed играет, кто играет, знает. Я тоже играю, но не помню, как это называется. Это сплиттер, это спойлер, это диффузор сзади вроде. Вот. Эти здесь по бокам должны быть кто они. Ну, не диффузор, а кто он? Ладно, не помню Ну там, для воздуха какие-то Рассекающие воздухопалки В общем, вот так вот Вот такая вот машина Коингсок И давайте подводить итоги Итоги И что бы, конечно же, хотел рассказать в итогах Это, конечно, оценить данный набор Данному набору я, безусловно, ставлю 10 СССР Мне вам понравилось То есть самое то Офигенный набор Я всем рекомендую У кого не было еще чемпионов нового поколения У кого были старые машинки Лего Сейки, например В Сити старые машинки то же самое, что старые Спит Чемпионс А вот эти машинки, это не такие, как Вот, например, Сити, Фрэнс Машинки, они намного больше И они такие увесистые, реально тяжелые Прямо кирпича, как уже говорил Вот, даже колеса С шинами уже идут С надежными шинами То есть ничего не надо одевать Реально офигенная машинка Большая такая, двухместная Мне она очень понравилась Вот, куплю себе еще, возможно, какие-нибудь машинки Спит Чемпионс Например, можно купить Корвет Вышли Может купить Ламборджини Мне нравились Ну там этот Ламборджини Зелененькая Ламборджини И Ламборджини Урус Двойной пак Потом можно купить Форт и GT Спорт и Баронка Можно купить Супру Вот Супру, наверное, куплю Супру, да Тиоту люблю, поэтому Супру куплю Вот Ну вообще, реально машинка классная По дизайну, по всему То есть, наклейки, ладно Это во всех наборах бывает Но вот реально Мне она понравилась По масштабу Вот Как бы, что она такая увесистая Большая Даже описать не могу В общем, приятный набор Как я и говорил Есть такие в Лего наборы Приятные, например По восьмому эпизоду В звездных годах Приятный набор Очень Например Из приятных наборов Могу по звездному Ему сказать Это Y-Wing Очень приятный набор A-Wing Тоже приятный А-Т До двадцатого года Тоже приятный набор Такие какие-то увесистые Но небольшие Но Приятно с ними играть Как-то хочется их Трогать в руках Вот Ну, я думаю Кто собирает Лего Хотя бы Три-четыре года Меня поймут Вот Ну все Обзор на Congs Закончен Давайте я вам покажу Мои вообще подарки В принципе Все Вот И вы узнаете На какие обзоры На какие наборы Будут обзоры В этом Марафоне С понедельника По пятницу Пять обзоров Вот Все мои подарки На день рождения Так То есть Тут пять Пять наборов Да Пять наборов AT-AT 2020 года, вот этот. Вот. Это главный подарок. Потом Коингс и Джеску, да я сам себе купил в детском мире. Вот. Потом мы ходили в кино, я вместо попкорна купил себе Коингс и Джеску. Вот. И так, набор по Мандалорду, наконец-то у меня он есть. Офигенный, я на него забрал, наверное, обзор с нему. Хид инсайд набор маленьких подарок дали. Ну, подарили мне. Вот, как будто день рождения, мир кубиков. Вот. Крутой набор. Ну, такой, не крутой, но обычный. У меня уже два набора хид инсайд, два подарочных. То есть у меня уже есть все наборы подарочные по хид инсайд. Вот. А так хид инсайд я не очень люблю. И набор по Star Wars, вот этот Ситх Тай Файтер, Ситхи Истребитель. Вот. Ну, я его, вот его я еще не собрал. Сейчас собираю, я собрал уже кабину, сейчас, скажем, соберу. Ну и завтра уже, когда буду делать обзор на засаду по Мандалорду, вот эта вот засада в пустыне, я и покажу его собранным. Ну, все, в принципе. Показал обновки, показал обзор на Консек Джеско. Ну, это главная тема видео, конечно, обзор на Консек Джеско. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока, ждите новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok